Приветствую вас и, вы знаете, вот я прочитал ваше письмо, ваше сообщение и оно пропитано действительно очень глубоким чувством к женщине, очень сильной привязанностью к ней. И действительно есть такие люди, как однолюбы, то есть люди, которые не способны любить больше никого, кроме одного человека. И если вы даже вот сейчас как-то заставите себя встречаться с другой женщиной, вступить с ней в отношения и прочее, то я не думаю, что вы будете счастливы в таком раскладе, потому что, ну, потому что взрослым душой вы будете принадлежать той самой вашей первой девушке. И какая основная проблема, которая мне представляется? Для того, чтобы вам идти дальше, а развод получается, так бывает, в этом нет ничего, к сожалению, неестественного. Так вот, основная проблема, которая стоит на пути из того, чтобы вы ушли дальше, это то, что вы сами написали о чувствах девушки к вам. То есть, вот, вы ее любите, и она вас вроде бы как-то очень любит. Но при этом, ее чувства не помещали ей от вас уйти. И вы знаете, что она вас любит. Вы знаете, что у нее есть к вам чувства, и вот эта взаимность, взаимность, которая у вас есть, она и мешает вам отпустить эти отношения и жить дальше. В этой ситуации вам нужно понять одну такую простую вещь, что прежде чем вообще вести разговор о том, что делать дальше и как вам жить, нужно спросить себя, нужно спросить себя, а точно ли вот эти отношения у вас уже закончились? Несмотря на развод, несмотря на то, что вы за часа уже в месте не живете, точно ли у вас все закончилось? Потому что при наличии взаимности, при наличии, как бы, взаимных чувств, нету непреодолимых препятствий для того, чтобы быть вместе. Вы расстались, потому что ваша жизнь стала слишком скучной. Это значит, что девушка хочет чего-то другого. Она хочет, чтобы вы, может быть, были немножечко другими. Она хочет для себя и для своей жизни нечто такого, чего вы ей не дали, не давали. И из-за этого она, собственно говоря, ушла. Так попробуйте, если вы в нормальных отношениях, если вот у вас хороший контакт, если вы общаетесь, как я понял, попробуйте показать ей, что вы уяснили свою ошибку, что вы осознали ее, что вы теперь сделаете жизнь такой, какой она хотела быть. И, может быть, тогда, увидев, что вы изменились, девушка к вам вернется, и вы вновь будете жить вместе. Либо вы покажете ей, что готовы меняться, она скажет, нет, прости, у меня к тебе симпатия, но я не чувствую к тебе той любви, которую, например, вижу с твоей стороны. И я не хочу тебя обманывать, и тем более не хочу жить замужем за человеком, которому не испытываю чувства. То есть я не хочу тебя как бы привязывать к себе. Если она вам такой ответ даст, то тогда вы получите, по крайней мере, четкую позицию с ее стороны. И эта четкая позиция поможет вам со временем ее принять. И если вы девушку любите, то любовь, это вообще, говорят, чувство очень прекрасное. И когда любишь, хочешь, чтобы человек, которого любишь, был счастливым. Вот это основная характеристика этого чувства. Чувство настоящего, когда любишь действительно. Хочешь делать человека счастливым. И вам не нужно ничего делать с этим чувством. Вы любите ее, и это прекрасно, значит, вы умеете любить. Если вы любите ее, значит, хотите ей счастье. Значит, сделайте ее счастливой. Даже если сами вы при этом не с ней. Даже если вы не вместе. Помогите ей стать счастливой. И видя улыбку на ее лице, видя счастье в ее глазах, вы тоже будете счастливы. И со временем ваше чувство трансформируется во что-то другое. Может быть, в уважении, может быть, в благодарность за то время, что она подарила вам. Может быть, во что-то еще. Но со временем любовь трансформируется. И вы сможете жить дальше. Но когда это произойдет? В один прекрасный день, или, может быть, через год-два, неизвестно. Однозначно можно сказать, что вы сами не хотите, чтобы эта жизнь проходила, и не нужно. Но вы воспринимаете это чувство как что-то негативное. Тогда как оно в действительности олицетворяет собой позитив. И все, что вам нужно сделать, это осуществить те самые варианты, которые я предложил, и тогда уже сформировать свое поведение в дальнейшем. Если вам не такая ситуация, что, значит, девушка вам вот сказала, что не хочет быть с вами, что ваши изменения ее не устраивают, что она к вам чувствует не то, что чувствуете вы, и вы сделаете ее счастливой, она будет счастливой, вы будете видеть это. Но сами счастливы вы не будете. Это означает, что вы не будете получать удовольствие от своей жизни, так как сейчас вот не получаете. И тогда можно говорить о том, что у вас действительно определенная зависимость от нее. Но какого плана зависимость? Она для вас что-то значит. Она для вас, может быть, стала символом. Символом, например, вашего развития. Символом и стимулом для ваших достижений. Она стала для вас очень значимой. Именно для вашей жизни. И, естественно, такое отношение вот так просто сразу не уходит. И вам просто-напросто необходимо понять, что со временем, когда вот вы не будете общаться с этой девушкой, когда у нее будет своя жизнь, а у вас будет своя жизнь, вы будете волей-неволей формировать в себе какие-то цели. Волей-неволей вы будете добиваться чего-то. Волей-неволей вы будете стремиться куда-то. И со временем это станет для вас главным. Почему? Потому что не будет получать никакого подкрепления со стороны девушки. Без подкрепления извне любой ориентир, каким бы сильным он ни был, он исчезнет. Но исчезнет, конечно, со временем. Достаточно, в течение достаточно долгого времени. Но он исчезнет. И для вас это будет естественно. Сейчас вы и помыслить не молите о том, чтобы перестать чувствовать что-то к своей бывшей жене, помыслить о том, чтобы с кем-то другим встречаться. И не нужно. И не нужно. Живите так, как вы себя сейчас чувствуете. Не старайтесь себя как-то сломать, перенаправить, перенажить и прочее. Вам это все в пользу не принесет. То, что есть сейчас, это естественно. И то, что будет тогда, это тоже естественно. Но для начала предложите все усилия для того, чтобы отношения реанимировать. Чтобы у вас хотя бы надежды не было на то, что вы молите ее вернуть. Чтобы вы сами для себя могли сказать, что я сделал все, что мог для того, чтобы она была со мной. И это уже ее выбор. В том, чтобы быть без меня. И я на этот выбор повлиять никак не могу. И вот с этого момента начнется ваша новая жизнь. Сперва жизнь в память о ней. Как бы, сперва жизнь в заглязке на нее. Но потом, постепенно, постепенно, в связи с тем, что у вас есть достаточная волевая регуляция для того, чтобы симулировать свою личную активность, постепенно она будет все меньше и меньше занимать место в вашей жизни. В вашем сердце и в вашей душе. Это неизбежно, еще раз повторюсь, для точки зрения, согласно которой, без подкрепления измени, как бы, все чувства рано или поздно проходят. И вот, не нужно вставить себя в какие-то рамки. Не нужно вставить себе какие-то определенные временные границы. Вы молод. Вам только лишь 23 года. У вас еще все впереди. И сейчас вам нужно жить тем, что вы чувствуете. Чтобы чувствовать нелюбовь. Наслаждайтесь этим чувством. Можете что-то сделать? Сделайте. Не можете? Живите для себя. И дайте вашим ощущениям проходить через вас свободно. Дайте вашим эмоциям жить полной жизнью у вас так, как им хочется. Не подавляйте ничего себе. И не думайте о том, что вот что-то вы делаете неправильно, что-то вы чувствуете верно и так далее. Это все предрассудки. Это все стереотипы. Они не подходят для того, когда речь идет о чувствах. Ну, не подходят они никак. И вот этот момент нужно понять. И когда вы говорите о том, что вот вы тут пишите, что значит, я не хочу отношений, любовная ли это зависимость или не, и лечится ли она, вот вы спрашиваете, я вам скажу так, что у вас это не зависит. У вас это слишком большая значимость человека для вашей жизни. Потому что вы с 15 лет для этой девушки испытываете чувства. За это время она стала для вас едва ли не самым главным человеком в жизни. И это нормально. И здесь не только любовные чувства, здесь еще и может быть что-то другое. Это просто восхищение человеком, это первая женщина в вашей жизни, первая любовь, как я понял, и так далее. Поэтому, конечно, вот так сразу вы ее не забудете. Но то, что у вас есть, это прекрасно, это великолепно, это превосходно. и то, что вы можете испытывать такие чувства, то, что вы можете так проявлять свою любовь, это очень большая легкость. Поэтому я думаю, что такое теплое чувство, как искренняя любовь, будет греть вас даже несмотря на то, что вы не вместе. А со временем, еще раз повторю, естественным путем, все у вас постепенно изменится. В какую сторону? Конечно, можно только гадать, мы гадать не будем, но изменится. И вам нужно просто не сопротивляться, отвечать сейчас своим эмоциям, давать им волю. А когда наступит время изменения, вы почувствуете, что готовы к изменениям, вы почувствуете, что они сами стучатся к вам, как бы в дверь, им тоже сопротивляться не нужно. И вот в этом случае, если вы не будете ничего в себе подавлять, специально, целенаправленно, в этом случае, вы, в конце концов, будете счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.